Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но после причастия он заговорил и далее уже как нормальный ребенок рос Родился он в 660 году, умер в 740 году в первом тысячелетии Ну вот прослушали, вчера об этом много я сказал, что понимают? Ничего Помилуй имя Божье, за этим только цепляются Почему вот эта вот на первое место у него не встала? Вот эта фраза Сколько грехи не перечисляй, перейти нужно только сюда Видите, покаянный канон, много часов, это хорошо Но не много ли это для одного человека? Согласиться, в чем виновны были люди 5000 лет И все это взять на себя, но явно дело, что мы начинаем говорить неискренно Нужно быть, как я высчитал у Андрея Кураева, религиозно-талантливым Талант это дар Божий по благодати Он может быть один, а может быть и 5 и 10 Но один есть, меньше нету Нету, а когда люди говорят, у меня таланта нету Значит, закопал очень глубоко, раскапывает Завернул в платок, то есть не истратил, не пропил А вот тебе твое И сразу обвинение на Творца Я знал, ты жестокий Жнешь, где не сел, собираешь, где не рассыпал Вот тебе твое И Господь что ему? Ну, молодец-то, сохранил С миром не осквернился, все как надо Девы-то были, которые не вошли-то Это девы, а они не блудные женщины были И вот он составляет этот канон Повторяю, этот канон был вызван его смертным грехом Как у Давида Его отправляет вышестоящий церковный деятель, скажем, патриарх Отвести решение шестого вселенского собора У него больше ничего не надо было Прийти и положить на стол и отдать Но пока ехал, там оцарился царь Киритик Монофилит И они проклинают шестой вселенский собор И он сходу его подписывает Это проклятие, анафему Вообще необъяснимо даже Как можно было так Попущение Господне Больше никак не... Внезапно тебя послали Сейчас вот отнеси к баптистам Ты вернулся, а я уже баптист Но так не бывает То есть бывает Посылает послушника своего монаха Иди воды принеси Маленько задержался, приходит, плачет, все А я в грех пал Какой грех? Ну ты воды ты принес? Принес А какой? Ну а там какая-то была Подошла бабенка Там я уже согрешил У колодца Послушник Это какой же уровень-то Духовного состояния Тут 10 канонов не хватит Везде нужно в каждый запев Вот это вот было вместить Его нету Я просто говорю Я ничего не меняю Ну у меня есть мнение свое Теперь Вот это вот За один грех А тут перечисляется сотни грехов Считайте внимательно И когда спросили Петра Что нам делать Он не стал перечислять Покайтесь А когда каяться-то? Он сказал покайтесь И покаялись Они не перечисляли от Адама все грехи Человек за собой знает главное И что в ведении, неведении В уме, помышлении Водни в нащип Виновен во всем Покайтесь И дальше И докрестится каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов И получите дар Святого Духа Деяния апостолов 2.38 А вот он откуда идет Смотрите еще Внимательно посмотрите Это просто фразами Этим необходимо было На олове Или Врезать О чем нужно говорить Вот сегодня допустим Вообразим так Андрей Архиепископ В интернет вышел И говорит Хочу написать Покаянный канон Если у кого что-то есть Скажите мне Придите Я выслушаю Ну посмотрим Нормально или не нормально Вот у меня Книга Стихи Первая книга Которую я издал Я всем в общем не сказал В это время Вел занятия в университете Как назвать? Книгу назвать Это знаете Не просто так Мне поступило Где-то 118 Или больше Предложений Как назвать? Из этого Я ничего не мог выбрать Тогда назвал так Как есть Не мог выбрать Почему? Во-первых Книг краткое А потом Надо знать Содержание стихов И по содержанию Показать Вот как Об этом и есть Тут большая часть стихов Которые я написал В тюрьме Когда был И показать по ступеням Что Тюрьма Освободили Еще выше церковь И ступени Вот они идут Храм Божий И Царство Небесное Во всем заложен смысл Вот сегодня Он говорил о беде Считает Что он Впал в эти грехи Некоторые Это неразумно Как бы все человечество Объединяет И перечисляет грехи И притом Очень часто Он берет В аллегорической форме Вот как я его Протянула руку Взяла плод Так и я Во мне Душа вознеслась И я потянулся И дальше Люди то То не знают События Это не знают Когда Господь Говорит Вспоминайте жену Лотов Он не сказал Что за этим Вспоминайте Больше ничего не пояснил Что означает Из Содома Вышла А Содом Дух Содома Из нее не вышел Там богатство Там дом Ну понятно Квартира ЖКХ Только заплатила За месяц И теперь все Это броском Понимаете как Вот это беда Господь Вспоминайте Не оборачивайте Взявшийся за плуг И оборачивающийся Недостоин До конца борозды Не дойдешь Далекой или нет Мама говорила Наша Такая поговорка Если у ленивого Говорит Край вижу Завтра выжну А сегодня Лягу отдохну Не выжнешь Завтра Шагня может не быть И вот он сейчас Принял бы Кого-то Нас Ну Я услышал его Я сегодня к нему поеду Непременно поеду Тем более он в Барнауле Я скажу Владыка Пожалуйста Включи туда В канон Следующее Главная беда Люди православные Не знают этого Они вообще не знают Думают Кровь это в чашу И священник Они на Голгопу не идут У них нет рождения Смыши Патриархам Папам Нужно это Вдолбить Почитай вон Помни Господа Иисуса Христа Ранами его мыстрелились Кровь Иисуса Христа Ощущает От всякого греха Так Владыка Андрей Включите это В каноны И сразу скажите На родном языке Вот я ему говорю Люди это не знают Второе Огромная беда Не проповедует Не благовестует Православная А зачем Отстоял Свечку купил Поставил Включите туда Что идите по всему миру И проповедуйте Евангелие всей твари Владыка Андрей Включи это В разные места Да на три ступени поднять Покаянный Благодарственный Словословие Вот как у нас Еще у нас Большая беда Разводов много Владыка Про разводы Скажи нам где-нибудь Да найди такой пример Священного Писания Ну а какой там пример А я ему сразу От Судыке Это подошли Господу Засказали А вот семь братьев То было И они женились Так они женились Когда один умрет Другой А у нас сейчас При живых мужьях Женятся Сплошь и рядом И церковь Два-три раза Венчают В одном и том же месте Сколько венчали Раз Пугачеву Пример Налицо Включи Владыка Суда И дальше Я говорю Владыка Абортов 18-20 тысяч Каждый день У нас Только у русских На первом месте стоит Включи сюда Чтобы абортированное За дверь вывести Если она убила Младенца Василий Великий Говорит А он жил раньше Второе правило Женщина отлучается На 10 лет Владыка Это обязательно надо сказать Да он говорит Я же по Библии Мне надо Библию Очень просто У Соломона Вспомни как они На букву Б Женщины эти И она спала Заспала А потом другого Так это Ты разобрался Мудрец Неужели сегодня Не разберутся Кого растекать то надо Владыка Обязательно Про абортированных Надо записать сюда Обязательно Я бы вам сказал Владыка Народ запился у нас Запился Наркотики Дыша чем попало Дети Это включить надо В канон Нам покаяние Нужно в том Что есть Я пример Сразу даю Мы Православные В России Празднуем Покров Божьей Матери Ты спроси К нам приехала Ну молодые Надина племянница У них там Покрова Божьей Матери Праздник Престольный Я говорю А что означает Покров Не знает Не знает Я делаю Печь у одних Наташ Три Наташи В одном доме Уборщицы живут У них вместе Около 100 лет Стажа церковного Я говорю Покров у нас Покровский собор Вот он стоит Что такое Не объяснила Я говорю Неужели с вами Наставитель не объяснила Никогда Владыка У нас беда Пасты Это не проповедуют Народ О Христа Не знает Покров Это город Царьград Царьград Стамбул Окружили Сарасыны Ну Сегодня сказали Арабы Там пришли Ну это Такой период И вот Матерь Божия Показалась Юродивому Андрею А Епифания Там стоит Рядом И говорит Я вижу Никаких данных Ничего нет Юродивой Что он видел Там И она покрыла Город этим Момофором Покрывалом Своим Я бы В греческой церкви Мы были Зашли У греков Потому что От грекца Это пришло У них Это было Событие И пришли На покрова У них вообще Ничего нету Ни крестиком Никак не отмечено И службы Никакой нету Это русские Раздули На пустом месте Почему Мы не сделали У нас Такое освобождение Ленинграда От блокады Больше миллиона Людей умерло Почему Не сделать Отдельно Покров Божьей матери Как угодно Назови так же Что Сталинград Наконец Все это Взято в плен Окружили Первая настоящая Победа была Ликурская Почему Конкретных Событий Сегодняшним Этого нету Евреям 4 12 Считаем Слово Божье Живо И действенно Оно Не умерло Оно как будто Сегодня написано И действенно Оно действует На сегодня Действенное Не просто На бумаге Где-то Я обращаюсь К Владыке Андрею Владыка Андрея Это обязательно Надо нам включить Нам просто Охота Это знать И он меня спрашивает О его местописании Он говорит Вот это хорошо Это мне в помощь Я сегодня Размышляю С утра И по канонам Как он писал Другие Где-то А в канон Это не весь Его канон Там оказывается Натолкали После него Дамаскины Другие Кто писы Были Ну у нас книга Была Златоуст Называлась А там Василий Великий Григорий Богослов Святой Нифон Ну а называется Златоуст Там несколько проповедей Златоуста Вот когда читают 12 томов Златоуста Из патрологии Мини То тут точно Точно Уже Златоуст И вот теперь Я говорю О всех бедах В которых Находится страна Я говорю Владыка У нас Слова Божия нет Тысячу лет На России Продержали людей Во тьме И не было Евангелия Люди не знали Совсем Не знали Ты Ну а где В Библии Я говорю Как где Смотрите Царь Озия Осип был Когда И Зод Добирали Там серебро Которое бросали И нашли Один экземпляр Ветхого завета Нашли только Там Там Заваленный Так у нас Закрыто Славянским языком Сарковно-славянским Люди не знают Синодальный перевод Прекрасные переводчики А люди не знают Библия-то Никакая Не популярная книга И когда Просчитали Пошли Пророчица Там Перечисляется Сколько Все взахались А сразу Пост объявили Удивительное дело Страна Израиль Бога избранный народ И ни одного Экземпляра Писания нет Как они верить могли Когда Бог Поселил Других народов На место Израиля Которого В плену вели То их Стали пожирать Львы На поле Тут львы Стали Спрашивать Это Бога Той земли Не чтут Надо чтить Иначе там Кого поселенца Поселили Они их поедают И тогда прислали Одного священника На всю страну Одного Что он им говорил И получили Самаряне И в Бога веруют И идолам Попутно поклоняются Атанам Говорит Спященное Писание Какие они были Это Наш православный Народ Сегодня Сколько Прибау Так Разных Сколько Разных Вот этих Рассказов Не знают Писания Совершенно Даже Возгласы Которые дают И эти Не понимают Включи Владыка Туда И как они Пошли Восьмая Глава Четвертая Сих Деяния Апостола Все Рассеявшиеся Ходили И благовестные У нас Никто Не идет Я вам Показываю Местописание Владыка У тебя Талант Составлять Составь Оставь Мария Египетская Пускай Она считает Твой этот Канон Ей Хорошо Как раз А мы Ну давай Рассудим Так Полезно Будет Он Я уже Вижу Он как Улыбается Мне Говорит Конечно Полезно Как то я Не подумал Или Не подсказали Или Занят Ну как обычно Отговариваться Я реально Это вижу Потому что Оно живо И действует На меня Этот канон Действует Что в него Надо было Включить Я бы сказал Владыка Большая беда В стране У нас Ложь Везде лгут В статистике Лгут Правители Лгут Лезут В чужие страны Воюют А тут Коррупция Заплатить За квартиру Нечем ЖКХ Заедает За электричество Цены Все время Поднимает Ну А где Писание Да Владыка Мы сразу Найдем Корыстолюбие Открывает Симфонии Посмотри Что там По поисковику Посмотрим Последнее Снимали Люди Голодали Это было А где Когда Ездор Возвернулся Из плена Они все еще Набили И тогда Народ Забунтовал Говорит Мы заложили Все И дочерей Продали Уже И все Вот тогда Вызвал их Бил их Бороды Рвал им Говорит И сказал Простите Всем долги Мы из плена Пришли Они там Подторговали Богатенькие Это Ну Которые Работники Это Простые У них Ничего Нет Они из них Соки Выжимают Вот Владыка Коррупция Нам Необходимо Это Пьянесты Старства Убожение Наследует Ну А паркян Соги Владыка Тут проще Всего Давыд Когда послал Вы помните Там Навал Был У нас Навальный В Москве Алексей Там Бунтует И вот Он Напился И Утром Давид Говорит Я Истреблю Его Пошел А навстречу Это Ему Жена Его И Владыка К нашим Временам Это Сживо И действенно Заговорило С нами Нам Беда Лож Везде Я бы Скал Владыка Возьмите За эпиграф Стих Евангелия От Яна 8.44 Люди Думают Отец Небесный Отче Нас Считают Везде Прибавляют Все Даже Отче Притча 5-6 Глава Всякое Слово Божие Чисто Не Прибавляй К словам Чтобы Он Не Облечил Тебя Не Я И Ты Не Оказался Лжецом А Участь Лжецов Возере Огненным У нас Везде Все Прибавляют Владыка Даже Херувима Поют Свят 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 И туда Добавляют Даже Самые Сакральные Молитвы И туда Православную Натолкали Православное Топарисельство А саддукея Тебе наоборот Отбрасывают 5 книг Оставили 11 книг Из Библии Выбросили Сектанты Пусть Тоже Придут Тоже Совет Какой-то Дадут У нас Он говорит Есть Человек Убийца От начала У нас Все В крови Ибо Нет Нем Истины К вам Сошел Дьявол Великой Ярости Ищак Поглотить Не думайте Он спит А там И уселится Вроде Раз Наладилось В семье Нормально Все Внучата Прыгают Когтелята Но он Не спит Этот враг Он тут Миссионерский Надел Дыры В преисподние Никакие Отделы Не могут Быть Миссионерскими Может Только Дух Святой Это Делать Златоуз Чтобы Обратить Душу Нужны Тысячи Талантов А у них Ни одного Нет Почему Где Дух Господень Там Свобода Они боятся Архиерея Боятся Настоятельного Монастыря Бог Ничего Им дать Не может Народ Тупой Безграмотный А кто Это Говорит Архимандрит Иоанн Акономцев По поручению Патриарха Исследовали Иконы У нас Настоящее Долопоклонство Идет О первообразу Божьей Матери Поклоняется А почему Тогда отдельно Иверска Отдельно Казанской И перечисляется Триста С лишним Иконам Празднуют Следоточивая Мироточивая Я поклоняюсь Целую Но надо маленько Это смотреть Владыка Включите Обязательно Когда стали Поклоняться Змею Медному Которому Бог повелел Сделать Чтоб взглянувши На ее жив Был Люди стали Поклоняться Иных уж там И тогда Пришел Истинный Царь Истребил Его Стератого Змея Владыка Обязательно Включите В этот Канон Нам нужно В этом покаяться И выйти И взять Примеры Из Библии Да и теперь Из жития Святых Все Во всех Слоях Ученики Учителям Учителя Выше Правители Лгут народу Народ дает Сразу статистику В администрации Везде ложь Говорят А как поистине Если бы нас сейчас Сказали Жить только поистине Не одного слова Лживого Государство В один день Развалится В один день Развалится Не будут лгать Что они Там Сюга Не поджигают Другие страны Это надо все А искренне сказать Луганский Все сразу Сейчас подвинется В другую сторону Ну Практически Надо смотреть Мы пожинаем То что посеяли Владыка Как бы это С ложью Поладить Он говорит Я сам не могу Ничего сделать Мой народ Такой Бестолковый Ну Вы же как-то Хотели Да ничего Не исправилось Какие были Таки остались Владыка У нас Очень большие Средства Мы Телевизор имеем Это тот Рогатый Он говорит Да Выбросьте Но у нас Интернет есть Мы там Видим Как Патриар Служит И все дальше И включить Это тоже надо Чтобы нас Не продали в рабство Ни католикам Ни мусульманам Ни Никуда Чтобы русский народ Остался русским Чтобы сохранить Свои обычаи Чтобы сняли Эти масонские Удавки Галстуки Священники надевают На лизах Креста то нет Масонские знаки Кресты то сужены Это масонский знак И никто ничего не видит Владыка Включите сюда Чтоб крест был ровный Вот он Как у нас есть Посмотри Вот мы беседуем Сейчас с Владыкой Андреем Напишите нам Такой канон И сразу скажите Разбить его На 35 частей Помаленьку С повторами Чтоб народ Понял это И возрыдал Би я себя в грудь Вышел А не то что Отторбанили мы У нас по-русски Да считаете Еще понятно Да пришли тут Все свои И понятно Это с 5 на 10 Я не успел И приступить С тех событий Уже другое наплывает Ну Это совсем никуда Не годится Я говорю Как бы Я ничего не меняю Я знаю Как сейчас На меня поднимутся Успокойтесь Инквизиторы Вы посмотрите На народ Народ уходит Не тысячами А миллионами Когда Златоуст Говорит Одна душа Погибнет Если по твоей Небрежности О священник Тебе не хватит В всей жизни Рассчитаться Я скажу Владыка Андрей Вот это Златоуст У нас сказал так А он раньше В вас жил Почему вы его Не включили Речь идет о священниках Об епископах Большая часть Священников Погибает Вот за столом Сидят 10 священников Половина из них 5 Он говорит Большая часть В ад пойдет Это минимум 6 из 10 Минимум 60 процентов Минимум Это когда было Златоустые времена А теперь считаем И владыка Настольная книга Священнослужителей Третий том 601 страница Серафим Саровский Говорит Я три дня и ночи Молился там На камушке своем И ни о чем не молился Ни о погоде Ни о здоровье Ни о царе А только о священстве Помилуй их Я вижу они погибшие Помилуй Господи Что они делают с народом Они не учат его Я не знаю как Но написано И вдруг Бог заговорил И сказал Не пощежу и не помилую Как будто ни одного Нет спасенного Почему? Они вымыслами своими Заменили истину Божию Вместо Библии Считают разные сказки Так будь бодрые Пропустите мимо Не будете знать Еще молиться У нас беда это Священники далеки от народа Секты разные Разнообразные Больше 20 тысяч Говорит их разных Владыка Включите это сюда Что значит Счастье Какое Бог дает Хотя это слово Употреблять нехорошо Счастье А спасение Это другое слово Благодать Нам то ведь дано Знать И веровать Желающие жить Благочестиво Будут гонимы Укрепи нас Господи И главное Это гонение Внутри Пожирают друг друга Священники Друг друга Подсиживают Что опубликовано Только сказать Даже нельзя Чем занимаются Пьяные давят Прихожан своих Въехал Двоих задавил Опять Он близко не должен К алтарю теперь подходить И все газеты Все везде Теперь все это известно Владыка Подскажите как Чтобы пастырих-то отбирали Каноны нарушаются До 30 лет Рукополагают 6-й Вселенский собор Там Ну вы же знаете 6-й Вселенский собор На который вы ополчились 14-15 правила Везде попираются И у старобрясок У зарубежной церкви Раньше 30 лет Владыка Андрея Это надо обязательно Включить в один здесь Есть такой знаете Канон Или Акафис Слава Богу за все И там прославляют Бога за мудрость Осеяние ученых И одно время Мой дух возгорелся И я сел и написал Нужно обязательно Написать Слава Богу за все Акафис За ботанику Какие растения Что отдельно За астрономию Чтобы никаких Турусов Придурков не было Что земля плоская Что она шар Ни на чем подвешенная Она летит вокруг солнца А это Просто с ума люди сходят Написать надо Все это В астрономии Звезды какие Насколько миллиардов лет И все это В бесконечность Включить в этот Надо Акафис А отдельно Про химию От химии Это сколько у нас всего И колеса у машин И кто первые химики Помянуть их всех Которые Бутлерова Менделеева Бог открыл им таблицу Это все химию Это написать Я пошел Я не просто сказал А пошел В профессорский состав Здесь И стал говорить Вот Понимаете Я не могу написать Но я скажу о чем Которые лауреаты Нобелевской премии По вашей области Здесь По скотоводству Животноводству Мы сколько имеем Ну Теперь Земледелие А отдельно Врачам По хирургам Где-то Слушай внимательно Не закатывайте глаза Это тоже нам надо писать Помянуть Самых Важных людей Которые были Как Павлов Исследовал это дело Даже были неверующие Многое было открыто Отдельно О поэзии Сказать Показать Какие поэты были Нацепам Помянуть там Пушкиным И за все За все Прославить Бога Я говорю сейчас Об окафисти Я пошел И стал говорить Но в это время Отказали во всех И я больше туда не пошел Когда мы кончили занятия У меня стояло Прямо рядом И когда бы они это написали Написали Все это Грамотно Ученые люди Теперь Я бы договорился Где-то Ну Сергиев Посад Тут это Или Киево-Печерская Лавра И там найти Самых грамотных Таких Там есть и такие люди Грамотные И сказать Теперь это Сложите таким Церковным языком Как вот Ну как этот Григорий Петров Написал Слава Богу за все Можно сделать Можно Никто этим не берется Почему Мы не талантливые Надо просить у Бога Чтобы ты увидел Как вера засияет везде Сколько еретиков Господи Отдельный канон Надо поставить О величии православия Победа Какая дается И все Мы православную веру Совсем не исполняем Канона нарушаем Это все Надо включить Это я к Андрею Уже показать Вот тут мы будем Рыдать и плакать Вам понятно Что я говорю Вот еще Молиться надо Просто в молитве Помяните перед Господом Потерявки Тревожную обстановку Школу могут закрыть Чтоб приехали люди У которых будут Дети школьного возраста Вот какое дело Да там уже Лена Она у них Барабаш Так как главное Она говорит Ну у меня хоть хозяйство есть Я уйду тогда Пока эти остаются двое Да что нет Меньше есть А тут прорыв Если школу закроют Открыть будет Чрезвычайно трудно Это я знаю обстановку Я взял только малую часть Основные наши беды Которые Надо включить сюда Чтобы мы об этом молились И каялись А потом благодарили Что мы не умерли Мы еще живы И воздать ему славу Господи Мы благодарим тебя Как много потерпела Россия По повелению твоему По допущению твоему Пришел Ленин Пришел Сталин Пришел Гитлер Чтобы нас вразумить 200 тысяч священников Монахов простреляли Они ничему не научились Опять за то же самое Потому что не на те грабли А на те же Горицы виллы Виллы напираются А виллы Это Владимир Ильич Ленин сокращенно На те же виллы напираются Нам надо это все Не бояться имя Ленина Включить сюда Считай апостолы Когда Господи Возри на угрозы Пилата и Ирода Они молятся апостолы Они не боялись Назвать правителя Что мы то трясемся Помянуть всех Которые помогали Которые делали против Как молиться Вот если мы это понимаем От нас будет запах другой Запах живителя на жизнь А в противном случае От нас мрад смертельный идет И мы кланились Мы это все знали Желудком Говорится Боролись Но теперь надо это продлить Литургия жизни продолжается Литургия это общее дело Литургия это не только в храме Мы все время должны бы помнить Что мы Христиане И православные Что у нас каноны попраны 413 канонов нарушаются ежедневно 413 Владыка Андрей Ну напиши это Чтобы мы знали О чем плакать Нет почтения к родителям Заповедь на заповедь Заповедь на заповедь Правило на правило Правило на правило Тут немного Там немного Бог вскрылся Его нету Не о Боге речь идет И строится Не старство Божье А старство попов и монахов Как Григорий Петров говорил Застроили И даже не видно Где это здание Что строят Пристройки разные Придумки Обычай Традиции Там разные слова Мы должны все поставить На место Владыка Это я с ним разговариваю Если кто-то обиделся Я никого не хотел обидеть Чтобы мы Задумались И вот эти слова Выставить на первое место Прямо так вот показать Оставьте здесь кофе Я пока взял себе здесь Чтобы мы знали Что это жизнь временная Короткая Внезапно можно умереть А люди-то не думают об этом И нам надо об этом Тоже включить здесь А теперь значит Андрея Моли Бога нас И помолимся ему об этом Архипископ Андрей Моли Бога Чтобы у нас был Дух Божий Чтобы мы не обманули себя Помазали нас И мы Никакого Духа Святого То нету Вышел и тут же Закурил Это только замена Одна произошла В действительности Ничего нету И крестят Неправильно А как крестят А крещение Прообразовало Обрезанием Ну не резали же Сбоку уголок А резали плоть Целиком Где надо резали то У нас обрезания то Нет новозаветнего Владыка Обязательно покажите Священники Совсем не хотят крестить Троекратное погружение Одного нету Мертвец наружу лежит Он как в мазарее По обзуковок крестят А это умер трижды Троекратно Во имя Отца и Сына Святого Духа Нам есть о чем думать И тогда подсматривать За другом Некогда будет А смотрите Как это будет сбываться Я об этом молюсь давно Приглашаю вас Милости прошу Говорит К нашему шалашу Богу слава Аминь Можно объявление Давай Два объявления Я уезжаю Завтра На выходные Меня не будет Просто прошу молить В Корченом А второе объявление Такое Какое первое Я завтра уезжаю В Корченом Скажи про Катю У Катю что У меня Ну что она Она отлично Да Ну слава Богу Она нам очень близка Вот И еще Она мне предложила Такую идею Катя Анфима На два года В Потеряевку Забрать В школу Чтобы школу поддержать Я все ближе подхожу Тем тише Говорю Второе Это какое объявление Самое важное Катя предложила Анфиму Анфима Забрать В Потеряевку На два года Ну да Но в этом сложность Потому что У нас суд был И она Он На попечение У мамы Тут Да Я не Это препятствие Бог Все разрубить Даже делать нечего Для Бога Поэтому Прошу молитв За это дело Я сам не знаю Как это все здесь Хожу Обдумываю Но вижу трудности Препятствия Положись на Бога Болиться будем Вот Да Просто прошу молитв Чтобы об это дело Все устроилось Хорошо И Катя сама Главное Сама Она мне позвонила И папа Давай вот Я говорю Подожди Маленчика Все это обдумаем Как это что Да Ну и трудности будут С Анфимом Он уже не православный Потому что Ну мама Развинтила Все Посты Там тоже Свои трудности будут Хвост как трубой Поднимет Да Поэтому Прошу молитв За это дело В каком классе Ну в седьмом сейчас Ну все С Богом Все с Богом Аллилуйя Все правильно Дай аминь Бежать 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 Бежать